И для каждого доктора сделали соответствие с бренд-буком. Внимание важно к каждой детали. От таблички на входе до рабочего места, говорит Анастасия Калашникова, победитель прошлогоднего конкурса лидера здравоохранения. В свой первый день на должности главврача Полозницкой больницы вспоминает событие, которое все изменило. В конце конкурса из обычного кардиолога мне предложили должность заместителя главного врача. Не раздумываясь, согласилась. На сегодняшний день я главный врач Полозницкой районной больницы. Конечно, мне очень помог конкурс. Мы занимались с разными экспертами различных уровней. Теперь в современном и оснащенном медицинском учреждении, которому прикреплены почти 17 тысяч обслуживаемого населения, раскрывает свой потенциал Анастасия Калашникова. Региональный проект лидер здравоохранения Пермского края вновь стартовал. Заявку на участие в проекте в этот раз подали врачи из 31 медицинской организации. Цель конкурса – формирование потенциального штата управленцев в сфере здравоохранения. Человек, прошедший профессиональную подготовку, он уже может работать по другим специальностям. То есть он уже может работать организатором здравоохранения. То есть это заместитель главного врача, главный врач. Главной площадкой стал Пермский медуниверситет. Сама же инициатива поддержана губернатором Дмитрием Махониным. Сам конкурс, он практикоориентирован. Во время конкурса лучшие эксперты отрасли, наши ученые, преподаватели медуниверситета отбирают лучших участников. И дальше на основании всех этих заключений мы предлагаем, в общем-то, такие кадровые решения, кадровые предложения, карьерные лифты. И вот три уже победителя получили соответствующее предложение. Проект лидера здравоохранения отмечен на федеральном уровне. Сегодня при Камье первый регион России, кто начал заниматься развитием врачей-управленцев комплексно. По итогам проекта лучшие участники войдут в кадровый резерв управленцев здравоохранения и возглавят больницы-поликлиники Пермского края. Как это уже сделали их коллеги из других территорий, в том числе Палазны. Руслан Бепеляев, Матвей Вершинин, Вести Пермь.